Такого снегопада, как поются в известной песне, давно не помнят здешние места. В минувшие выходные Верхние Волжи накрылись сильные осадки, по итогам которых декабрь перевыполнил свою месячную норму. На магистралях и тротуарах гололёд и снежная каша, а на парковках сугробы. Соответствует ли это норме и куда жаловаться, если уборочная техника не доехала до вашей улицы, расскажет Валерия Фомина. В Твери среднемесячная норма осадков в декабре 42 мм. В этом году первый зимний месяц выполнил план уже к 14 числу. Это данные Тверского гидромедцентра. Улицы столицы Верхней Волжи оказались под толщей снега и льда, что спровоцировало мелкие ДТП и утренние заторы. Но, видимо, природе оказалось мало, и она добавила в минувшие выходные еще 11 мм осадков, усугубив дорожную обстановку во всех районах города. Семеоновская. Здесь после минувших снегопадов дорожная обстановка, мягко говоря, не очень. На проезжей части залежи снега и такая же ситуация и по обочине, что заметно сокращает территорию проезжей части. Если пешеходы рискуют поскользнуться на гололёде, коварно притаившемся на тротуаре под снежной кашей, то водителей ждет неприятный сюрприз в виде наледи среди проезжей части. Здесь, на Семеоновской, аккурат, под окнами прокуратуры, ледяные наросты достигли впечатляющих размеров. Рядом с ними подрастает и снежный покров. Налить составляет 8 см. 10. 12. 12. Инспекторы дорожного надзора отдела ГИБДД регулярно выезжают по жалобам граждан на такие проблемные участки, которые не соответствуют нормам. Возникает проблема из-за несвоевременной уборки снега, у которой тоже есть свои стандарты. Конечно, это нарушение норм стандартов ГОСТа. ГОСТ 505-97. Налить вообще недопустимо на проезжей части. Наличие рыхлого снега должно быть не более 5 см. Сроки уборки улиц у нас составляет для категории дорог от 2 до 3. У нас в городе 2 и 3 категории – это 5 часов. 4 категории – это 6 часов. За Волгой картина тоже неоптимистичная. На Горького не видно разметки. Это сбивает с толку водителей и провоцирует аварийные ситуации. Не легче и жителям частного сектора. Так на улице Куйбышева, по словам местных, вся уборочная техника – это их лопаты. Поэтому машинам приходится пробираться через глубокие колеи. Заросли сугробами и дворы некоторых многоэтажек. Но их уборка – головная боль уже управляющей компании. Но результаты уборки жители Твери оценили вот так. Почищено отвратительно. Для моей пузотерки очень отвратительно. А как дворы? Я туда не суюсь на своей машине, потому что я там застряну. Без маты очень плохо. Все дороги заужены и так далее. Завалено. Это точно завалено. Ходить сложно. Зима скоро Новый год, поэтому не будем сильно жаловаться. Хотя довольно сложно парковаться, особенно в зоне, где платный парк. И действительно, в центре парковаться за деньги предлагается в сугроб. Это при том, что в Твери и так дефицит парковочных мест. За место под солнцем нужно, увы, бороться, говорят автоинспекторы. О заледеневших дорогах нужно обязательно сообщать. Обращаться можно непосредственно на дежурную часть того района, где был обнаружен недостаток. Либо передавать на сайт ГИБДД и непосредственно писать обращение в прокуратуру. Прокуратура направит в предписание. В противном случае, собственника дороги оштрафует. В эту же инстанцию нужно жаловаться и на управляющую компанию. Как показывает практика, это самое предписание ускоряет процесс уборки снега в разы.